Благодарю вас, всех, кто присутствует на вебинаре, потому что только благодаря вам у меня появилась возможность донести свое видение, возможно, кого-то немножко активировать, преподнести немного другой взгляд на жизнь, вдохнуть вас в то новое, тот огонь жизни, чтобы мы с вами были вместе в команде. Пишите, куда вы хотите поехать. Мы подберем любое путешествие. Приглашаем вас с нами, вместе с нашей командой в любые путешествия, которые будут. Благодарю, благодарю за хорошие отзывы. Я очень старалась, чтобы максимально вдохновить вас, показать другой ракурс. Общее такое представление о компании, о том, чем мы с вами занимаемся. Вы очень хорошо вдохновились, но не хватает каких-то определенных еще более точечных инструментов для того, чтобы вы начали действовать. Вы знаете, я вам, давайте так, тогда я вам скажу сейчас одну простую фишку. Как приглашать знакомого, например, вам человека? Что конкретно нужно сказать? Вот вы же иногда боитесь пригласить, правда? Как это можно сделать? Значит, ну, если он ваш знакомый, неважно, где вы его нашли, в Одноклассниках, там, в социальных сетях, либо еще, там, в Скайпе, в Фейсбуке, либо вы вообще как-то с ним общаетесь, да? Ну, например, посмотрели, там человек куда-то отпутешествовал, вы ему звоните, говорит, Лилечка, слушай, смотрела сейчас страничку твою в Одноклассниках, как я за тебя рада! Вы отпутешествовали, да, или отдохнули в такой-то, такой-то стране, ой, как это великолепно, такие шикарные фотографии, вы такие счастливые, довольные! А как ты отнесешься к тому, что если бы тебе предложили все твои дальнейшие путешествия приобретать с хорошим, большим дисконтом? Что вам Лилечка ответит? Лилечка скажет, ну, конечно, хорошо бы я к этому отнеслась, тогда вы ей говорите. Великолепно! Ты знаешь, что в следующее воскресенье в нашем городе в 15.00 будет открытое мероприятие по туризму, где сознательные путешественники будут рассказывать все фишки о том, как сэкономить на своем путешествии. Я иду, пошли со мной! Вот знаете, как коронная фраза, да? Я иду, пошли со мной! Когда вы не говорите, там, да, так, у нас презентация, пошли на презентацию, там сейчас расскажут, что происходит, что нужно делать, а вы искренне радуетесь за человека, предлагаете ему, поразмыслив, предложив, что, слушай, было бы, наверное, шикарно, да, как ты думаешь, если бы все свои дальнейшие путешествия, дальнейший свой отпуск, куда бы ты собралась, для тебя, для детей, ты бы со скидочкой имела, да? Прикольно было бы, ну, неплохо, конечно, да? Так пошли и узнаем! У нас будет в городе открытое мероприятие по туризму! Уходите от избитых фраз! Никогда не приглашайте на вебинары, там, да, презентации! Это уже избитая! Это уже старо как мир! Люди сразу от этого отказываются! Открытое мероприятие по туризму, где сознательные путешественники расскажут свои секреты, фишки, как можно экономить на своем отдыхе, отпуске, как путешествовать с 90% скидками! И главное, я иду! Пошли со мной! Пожалуйста! Не отправляете одного человека, а берете за руку! Вы знаете, что руки – это символ действий, ноги – это символ пути! Для чего нам творец дал две руки? Для того, чтобы мы могли действовать как минимум с двух сторон правильно, верно и корректно! Поэтому одного берете за одну руку, второго – за другую и ведете на презентацию! Пусть, если это, допустим, ну, в каждом городе, мне кажется, сейчас есть открытое мероприятие, например, у нас каждое воскресенье открытое мероприятие по туризму! Если у вас нет, ну, вы знаете, что есть презентации в онлайне, мы же в современном мире живем, ну, так и говорите, Лидочка, приходи ко мне, девочка моя, я привезла вкусный чай там с Цейлона, или у меня есть прекрасный швейцарский кофе! Деточка моя, я испеку великолепный творожный тортик, приходи ко мне, потому что сегодня, или там, да, воскресенье, у нас будет открытое мероприятие по туризму, все то же самое! И там будут выступать сознательные путешественники, которые расскажут, как можно экономить на путешествиях! Все! Лидочка приходит, и вы спокойно общаетесь со своим другом, подругой, там, да, партнером, ну, неважно, кого вы пригласили, чайок пьете и вместе слушаете! Обязательно, я иду, пошли со мной! А как многие приглашают? Ну, ты иди, вот тебе ссылка, зайди! Да люди так не ходят, нет, нет, они идут на вас, они идут на вашу личность, потому что вы их пригласили, ведь подобное притягивает подобное! Попробуйте к следующему вебинару, да, вот поэкспериментируйте, я надеюсь, вы записали слова. Не записали? Значит, стучитесь ко мне в скайп, я вас добавлю в общую группу и выложу прям, да, вот, ну, все слова, которые нужно говорить. Это, знаете, как называются скрины, которые помогают правильно донести информацию человеку, не нагружая его сознание и головной мозг, и он открывается, потому что это нормально, когда мы предлагаем человеку путешествовать или экономить на своих дальнейших путешествиях, тем более, если он этим вообще занимается. И я вам выложу все эти скрины, заучите и звоните. Второй секрет, и расходимся. Если у вас нет знакомых, ну, бывает такое, ну, все, живете, все знакомые, мы уже все рассказали, запороли все эти встречи, вас больше, в общем-то, ну, вы не в авторитете, да, то есть, бывает такое, бывает. Купите газету местную, например, из рук в руки, или там, ну, газету объявлений, найдите в интернету, ну, например, вашего города, вашего. То есть, это огромный рынок. Люди, которые дали туда объявление, не важно, какое объявление они дали, абсолютно, важно, что там есть номер телефона. Первый залог, это всегда говорите правду. Звоните этому человеку и говорите, здравствуйте, я живу с вами в одном городе и взяла ваш номер телефона по объявлению, это такое-то газете, и говорите, а как вам такая идея, актуальна ли для вас идея путешествий с хорошим дисконтом в любую точку мира? Ну, человек, в принципе, да, ну, здравомыслящий, он вам отвечает. Например, он говорит, нет, для меня такая идея, ну, в общем, неинтересна мне. Вы говорите, великолепно, возможно, среди ваших друзей и знакомых есть люди, для кого эта идея сейчас актуальна, потому что начинаются летние, зимние каникулы, у людей очень много отпусков, правильно, там у нас 10-14 дней все отдыхают. Возможно, среди ваших знакомых кому-то будет актуальна данная идея. Если он говорит, да, есть среди моих таких знакомых, ну, он же вспоминает, правда, вы говорите, а как я могу с ними связаться? Спрашивайте у него. И он что? И он дает им ваш номер телефона, или там говорит по скайпу, или там найти в социальных сетях. Таким образом, у вас появляется номер телефона человека, которому вы можете позвонить по рекомендации. И когда вы будете звонить Саше, Александру, вы будете говорить, здравствуйте, Александр, мне дал ваш номер телефона Вячеслав, ну, это тот, у которого была газета, например, да, из рук в руки по объявлению. Насколько сейчас для вас актуальна идея путешествий? Ведь скоро зимние каникулы, ну, как вариант, да, я вам говорю. Он говорит, опа, ну, Вячеслав дал номер телефона, он уже открыт к вам, правда, правда. Если он говорит, для меня идея путешествий актуальна, вы ему говорите, в городе в воскресенье будет проходить открытое мероприятие по туризму, где мы, где сознательные путешественники будут рассказывать, как экономить на своем отпуске, отдыхе, как снизить свою статью расходов на путешествия. Я иду, давайте пойдем вместе, мы с вами из одного города, если для вас эта идея актуальна, назначаете ему встречу, идете, точно так же приглашаете на онлайн. Если человек говорит, давайте так, нет, нет, мне ничего не интересно, нет у меня друзей, знакомых, никому тема не актуальна, эта идея путешествий нет, и вообще не путешествую, и строение кризис, и денег не дают, вы говорите, супер, тогда сохраните мой номер телефона. Возможно, когда для вас или ваших друзей эта тема или идея станет актуальной, вы будете знать, кому обратиться за путешествиями с хорошими скидками. Вариант, 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 это к вопросу тому, если нет людей, ну да, но такого не бывает, просто нужно правильно подойти к этой тематике, просто выучить обыкновенные скрины, скрины, как правильно приглашать, и все, и людей будет море. Вы ведь горите этой идеей, вы же теперь увидели, что это лучшее, что мы можем предложить и для себя. Все, друзья, благодарю вас за возможность отдать тот минимальный опыт, который имеет уже я и моя команда. Рада вас буду видеть на школах, лично пообщаться, взять с собой в путешествия, где, кстати, мы проходим очень много тренингов. Приглашайте, приходите на следующий вебинар, приходите сами и приводите за две руки своих новых или старых знакомых. Все, всех люблю, до новых встреч!